Дорогие друзья, добрый день! Александр Белов и Денис Шолохов, кандидат технических наук Именно так Инволюционисты собрались, чтобы побеседовать на тему Других участников мы попозже представим Инволюция, эволюция, что происходит, да, Денис? Ну, вам слово, как вы думаете, что происходит вообще в этом мире? Да, то есть, одна из главных задач, на мой взгляд, это выяснить действительно, что происходит в мире Но, имея в качестве основы в голове, да, вот эту теорию эволюции То есть, как шаблон такой, да, по умолчанию Разобраться невозможно То есть, первым делом нужно, как, увязать все факты, здравый смысл, логику То есть, вот все, что нам известно, да, нужно привести в порядок, ну, хотя бы вот на уровне логики А уже потом выстраивать какие-то концепции Собственно, частично мы уже с вами, значит, затронули некоторые вопросы в прошлый раз Продолжаем вот это обсуждение Касательно того, что, как вообще эволюция, ну, якобы работает, а на самом деле она не работает Возьмем, например, как появление новых видов То есть, вот, есть такое понятие, да, вот, как скрещивание видов И в природе, на самом деле, ведь нет никакого хаоса и беспорядка То есть, виды, уже образовавшиеся, они наследуют, ну, сами себя, да, то есть, они могут изменяться Незначительно адаптироваться Но все равно при этом остаются самими собой Даже близкие виды То есть, в прошлый раз мы говорили о том, что в целом, что вот рыбы остаются рыбами, там, птицы птицами На протяжении, там, многих поколений И нет никаких оснований считать, что они должны превращаться во что-то другое Но здесь все еще интереснее, если брать близкородственные виды Например, тех же кошачьих, там, тигры, львы Да, то есть, тигры остаются тиграми независимо от того, в какое условие в обитании их поместить То же самое и львы, точно так же, там, и пумы, и пантеры, и так далее Хотя, значит, не раз предпринимались попытки скрещивать, то есть, проводить гибридные вот эти вот Ну, проводить гибридов Вот лигров, тигуанов, то есть, скрещивать львов и тигров Что получалось? Получалось, что во многих случаях они бесплодные То есть, дети-то рождаются Но, то есть, стабильный, устойчивый вид создать невозможно По-моему, у лигров там, самцы, по-моему, у них бесплодные Самки могут, по-моему, приносить на потомство А самцы нет То есть, это уже, как бы, тупиковая вещь получается То есть, пума-пардов выводили, вот я читал И тоже, то есть, детеныши получаются Но они не образуют устойчивого вида нового И вот, ну, собственно, примеров очень много там Да, вот лошадь с ослом скрещивает, получается, мул Мул, ну, как, ну, давно уже достаточно используется человечеством Там, как очень выносливое, сильное животное Но, опять же, они бесплодные То есть, это новый вид невозможно образовать Просто путем скрещивания разнообразных, значит, даже близкородственных видов И они сами по себе в природе-то практически не скрещиваются То есть, даже близкородственные виды могут, ну, конкурировать друг с другом Вот за среду обитания То есть, например, даже там, пример того, как вот у нас сейчас Был черный таракан, да? Его выжил рыжий таракан То есть, они не смешиваются друг с другом Эти разные виды тараканов Они друг с другом конкурируют Там белка, да, была там рыжая белка Какой-то там, не помните, вот этот случай Белки, один вид белок вышел, другой вид белок В Британии Ну, в Америке я знаю, там белки другого цвета вообще Вообще все там другого цвета в Америке Потому что Америка есть Америка Мы сами понимаем То есть, условно говоря, у нас все рыжие, а там все серые Ну, это немножко так Только наоборот, я уж не помню, что именно Да Ну, Денис, вы все-таки должны, как бы, концептуально здесь, как бы, высказать идею То есть, вы хотите сказать, что рыба от рыба, тигра от тигров, львы от львов Вот эта книжечка, которая у нас тут лежала с тех самых времен, она и продолжает лежать Атлас происхождения жизни Хоруна Яхве, да, такой красивый Вот он, он как раз сторонник вот этих дел, да, всех, вот Вы же понимаете, да, можете вы взять его у себя Да, ну, здесь немножечко, здесь немножечко о другом речи Здесь речь о том, что изучение останков Как останков окаменевших, как и того, что там в янтаре обнаруживают Начиная с насекомых, заканчивая разнообразными рыбами, птицами, растениями, животными Здесь вот огромное количество, то есть, они идут, прям, там, сельдь, форель, сначала рыбы, там, хвост форели Там, речной окунь, то есть, прям вот идут изучение и рассмотрение вот этих окаменелых останков В сравнении их к современному гибели То есть, берутся официальные датировки, то есть, ничего не выдумывается То есть, инвестиционисты говорят, вот найдены останки, там, столько-то миллионов лет Ну, то есть, вы разделяете все-таки... Нет, я рассказываю, что в этой книжке для зрителей, что там И вот по всем, по насекомым, там, по листьям растений То есть, опять, они берут официальную датировку, да, там, 37 миллионов лет Там, лист тополя, да, ну, вот А сегодня он какой? Ну, собственно, такой же И по этой логике они разрабатывают огромное количество видов, прям, вот, всех И низших, и высших млекопитающих, тут и, ну, прям, по разделам И носороги тут, и там, и моллюски, и там, и черепахи есть, и, ну, в общем, все, что вот Максимально возможный такой спектр То есть, чем вот эта книжка цена, что огромное количество именно наглядных свидетельств Особенно вот этот янтарь, тут очень много находок ценных Ну, вот, то есть, это, на мой взгляд, это очень ценный такой, как бы, труд Для того, чтобы можно было какие-то выводы делать Именно относительно того, что эволюции-то нету Но мы должны дальше идти То есть, мы должны говорить о чем? О том, что, значит, есть вот это вот противоречие То есть, касательно того, как вообще новые виды появляются То есть, мы видим, что вот через скрещивание, например, да, новые виды появиться не могут В большинстве случаев То есть, каких-то, каких случаев Но вы не отрицаете изменчивость, надеюсь? Нет, изменчивость, естественно, есть Но в прошлый раз мы говорили как раз о том, что она очень ограниченная То есть, ограниченная кем и чем? Ну, вот вопрос То есть, мы на практике видим, что изменчивость не происходит бесконечно Бесконечно Да, но конечная А чем она конечная? Ну, как только мы с вами Как только мы с вами в прошлый раз об этом делали вывод Что как только вид входит в некое равновесие с средой обитания Он перестает изменяться То есть, не изменяется среда, не изменяется и вид Если среда не изменяется в течение миллионов лет То и вид тоже изменяться не будет То есть, нужны внешние условия, чтобы вид изменился Но с другой стороны, да Если эти условия изменяются очень резко Вид просто вымирает Вымирает Потому что приспособиться к резким изменениям невозможно Да Но если эко-ниша еще занята новыми вселенцами Которые превратились в аналогичные сходные формы Тогда они быстро захватывают ареал И фактически становятся его хозяевами Они просто выдавливают из этой эко-ниши предшественников Почему? Они их фактически учитывают В своих, так сказать, этих самых Ну, не размышлениях, конечно А вот в своих, так сказать, поползновениях для выживания В общем, они учитывают Они учитывают своих предшественников То есть, когда новые люди деградируют Они осваивают среду обитания Они встраиваются в эко-нишу И они формируют новую эко-нишу И фактически постепенно они Ну, постепенно это довольно быстро По масштабам геологического времени Масштабом Они выдавливают своих предшественников из этой Ну, грубо говоря, новые грызуны появляются Которые говорят Хватит Мы будем грызть новую пищу Новое, вот то, что вы грызли Мы будем грызть по-новому Вот И у них новые адаптации У них новые зубы Они там порой подчас Как у старых грызунов И палеонтологи говорят Как же так? Вот были старые грызуны Хорошо приспособлены К грызанию пищи С грызанию Вот И вдруг они вымерли Они говорят Ну, значит, эволюция Естественно, отбор распорядился иначе Значит, вот Они не выдержали конкуренции Ну, они не то, чтобы конкуренции не выдержали Ну, откуда взялись новые грызуны? Вот вопрос Откуда они взялись? Об этом На этот вопрос эволюционисты не отвечают Они говорят, что Они появились как-то вот Ну, незаметно так Переходные звенья не обнаружены Ну, вот из старых Или из каких-то мелких Там вот На краях айкумены На краях ареала Вот эти вот там Медленно там зубки Как-то у них раз-раз и по-новому стали Вот смыкаться челюсти Смыкаться зубы И так далее И вдруг появились новые грызуны На самом деле Произошла большая глобальная смена экосистем Не только грызуны Новые хищники появились Новые растительные ядные Новые травоядные Вы с этим согласны, Денис? Ну, вот видите Опять получается Здесь у нас такая двойственность То есть, с одной стороны Мы видим, что действительно Были виды, которые вымерли Те же динозавры Большое количество Да и мелькопитающих Тоже большое количество видов вымерло И на сегодняшний день их нету Кто погубил динозавров? Вот вопрос Погубили их люди Которые вселились И они сказали Ну почему? Ну подождите Давайте мысль закончим до конца Давайте закончим Вот эта свойственность Да Что с одной стороны Действительно Видов много Которые вымерли Их больше нету Но с другой стороны Есть огромное количество видов Которые По свидетельствам Революционистов Да Не изменились Ну вот та же самая Ваша рыба любимая Которая обнаружена Да То есть Платимерия как жила 300 миллионов лет Так и живет То есть Ну и деревни Да Вот эти сосна Улимии Которые тоже там И сосна И папоротник Вот дорогие друзья Папоротник тоже живет Вот современный папоротник От этих Вряд ли отличается Видите Папоротник зацвел Вот что любопытно Цветок папоротника Ищут И не могут найти А мы его нашли Он зацвел Дорогие друзья Это как символизм такой Ну это конечно Да Так вот Такая вот двойственность Она существует Да Вот эту двойственность Мы не можем отрицать И она о чем говорит О том что Есть какие-то противоречия Правильно? Противоречия Собственно Вот этот вот Так называемый эффект Лазарина Очень важно О нем упомянуть Это то что Когда Идет исследование По слоям Вот этим окаменелостей По геологическим слоям То один и тот же вид Может то появляться То исчезать Потом опять может появляться Потом опять исчезать То есть это в принципе Ну как бы абсурд То есть он вымер Якобы А потом он опять появляется В абсолютно таком же виде В каком он и жил Собственно и сегодня это происходит Что многие виды Которые считались вымершими Там десятки миллионов лет назад Или миллионы лет назад Друг обнаруживаются В живом виде Сегодня В абсолютно таком же виде В каком они существовали раньше Ну я думаю Здесь знаете Эффект другой Немножечко Эффект какого рода Эффект Значит Того что Просто Этот вид Он латентно Существовал Как латимерия Она плавала Там на глубины Ушла И она просто Спряталась На миллионы лет И фактически Не изменялась И конечно Если малое число Особей Маленькая популяция Она в отдельном Географическом Регионе Существует То окаменелости Не сохраняются Окаменелости Сохраняются Когда вид Огромный Ареал Покрывает И длительное время Существует Тогда окаменелости Сохраняются Поэтому эффект Лазаря Он конечно Объясняется тем Не тем Что он вдруг Исчез И вновь появился А в том Что он существовал Где-то в отдельном Так сказать Взятом регионе Но нет захоронений То есть нет Захоронений просто нет Потому что Сами осадочные породы И где они формируются Осадки Это же в основном И морские И озерные И речные Факции Есть Ну ландшафты Вот эти захоронения И фактически Конечно Это редкая удача Когда попадает Именно тот вид В тот Собственный Как бы Ландшафт захоронения Так скажем Да Но это автоматически Ставит под вопрос Всю вот эту Встроенную концепцию Которую нам рисуют Происхождение вида Друг от друга Что вот они по слоям Потому что Как у людей Вот обычно В голове Какая вот Ну после изучения Эволюционистских Там Каких-то статей Какая картина в голове Что вот Наша система Планета Это прямо вот Или это психологическая Она прямо как книжечка То есть вот Один слой Там жили такие-то Значит По миллионам Нет Другой слой Такие-то Слыши такие-то Из книги Вырваны еще Лаэль Его учитель Чарльз Лаэль Писал что Из книги Вырваны Огромные страницы Палеонтологической Летписи И Ефремов Тоже об этом писал Что В общем Мы имеем Так сказать Фрагменты Лишь кусочки От некоторых страниц Даже глав Ничего не осталось Поэтому Собственно Мы можем Только домысливать Но эти домыслы Как бы эволюционисты Игрова В одни ворота Идет Вот что печально То есть Они руководствуются Идеи Которые превратили Уже в религиозную Догму Что все были Примитивные Раньше Там И все мы Произошли От каких-то Набро говоря Червей Да Которые ползали Там До кембри В общем И этой идеей Руководствуются То есть Они в общем-то Не вникают В механизмы И не пытаются Как бы изучать Факты Которые противоречат Даже вот этой идее Потому что Априори Они считают Ее верной Подкрепленной Многочисленными Свидетельствами Палеонтологии Даже есть такая Триада Доказательства Эволюции Они говорят Эволюционисты Это Триада Палеонтологические Свидетельства На первом плане Окаменелости Второе Это морфологическое Сходство организмов Это на втором месте Эмбриональное Сходство О котором Геккель И Мюллер Биогенетический Закон О том Что антогенез Сжатый В ускоренной форме Ну то есть Индивидуальное Развитие Организма Сжатый Ускоренная форма Повторяя Филогенез Или историческое Развитие вида Это когда Геккель подделал Эти рисунки Нет Геккель подделал Да Действительно Дорогие друзья Была такая История Когда в 908 году Геккеля судили В Мюнхенском Так сказать Академии За то Что он подделал Эмбрион Черепахи Подрисовал Некоторые формы Ну научный суд Товарищеский суд Понятно Что это не уголовный суд Но тем не менее Но в принципе Биогенетический закон До 60-го года Прошлого века Он во всех учебниках И школьных Ну вы сами помните Антогенез В сжатой Ускоренной форме Повторяет Филогенез Историческое развитие видов Якобы Да Но Северцев Северцев Вот Кстати Наш соотечественник Договорился До того Что как раз И наоборот В своих построениях Что порой Подчас Историческое развитие Видов Повторяет Филогенез То есть Наоборот Историческое развитие Антогенез То есть Индивидуальное развитие То есть Вот эта вот Казуистика Это поиск Как бы Правды Там где ее нет Приводит к парадоксам Которые трудно Вообще Переваривать Эволюционное сознание Может Ну вот Эти парадоксы Все в головах Понятно Что когда мы На сотни миллионов лет Пытаемся С вами Ну как бы Экстраполировать То это экстраполяция В чистом виде То есть Ясное дело Что Никто Там Не проверял На самом деле Динозавры Промежнок бегали Меликопитающие У них Или нет Или ходил Или там Человек Запрягал ли он Этих Динозавров И говорят Ну ездили Там некоторые Неортодоксы Говорят На динозаврах Очень удобно ездить Там такое Сегловина Как у коней И так можно запрягать Пропорции Человек и динозавры Какие были в то время Дело в том Что не учитывается Что Не учитывается Что Динозавры У него маленький мозг Априори По отношению К такому большому Допустим У разных Так сказать Динозавров Ну там Порой Подчас Тушка тела 4 метра Масса огромная Несколько тонн И В общем Грецкий орех Фактически Такой мозг Он не может Условные рефлексы Просто сохранить Давайте мы не будем Все таки Пошли отступления Лирические Ну хорошо Но вы формулируете Потому что наше время Неизбежно Клонится к концу И мы должны Какую-то квинтэссенцию Выдать Нашим зрителям И самим себе Чтобы перейти к следующему Раунду Общих обсуждений Давайте сейчас Мы не будем Пока Общие обсуждения Расстраивать Следующая Важная тема Которая Это мутации Эмоционисты Любят Говорить Что мутации Это один из инструментов И механизмов эволюции Значит Виды мутируют Постоянно мутируют 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 И значит Мутируют так Что был один А стал Совершенно другой Абсолютно Да Другой Ничего на нее не похоже Но Опять же Что с мутацией Мутации Это изменение Фактически генотипа Живого вида В зависимости от Каких-то факторов Внешних Случайных То есть мутагенов Что такое у нас мутаген Мутаген может быть Все что угодно Начиная с солнечного излучения Заканчивая Какими-то химическими Веществами Которые в воде содержатся Которые вид употребляют В пищу То что содержится В воздухе То есть Фактически все Что нас окружает Оно в той или иной степени Мутаген То есть у нас Просто гены Они могут быть устойчивы К воздействию Этих мутагенных Факторов А могут быть неустойчивы То есть радиация Например это мутагенный фактор Однозначный Но опять же Как яркий пример Что у нас происходит С видами в результате Облучения радиации То есть происходит Просто слон генома То есть рождаются уродства То есть Нежизнеспособные Абсолютно нежизнеспособные То есть это не приводит К формированию Каких-то новых видов Принципиально Это просто Приводит к появлению Больных Совершенно особей Ну как бы Которые обречены На болезнь И гибель Да С другой стороны Конечно Ну это уже Больше такое фантастическое Да Может быть Что конечно Может быть можно Да разработать Какие-то там Не знаю Методы излучения Которые будут стимулировать Какое-то Какое-то целенаправленное Может быть Может быть Можно сделать Чтобы будет Целенаправленное Какое-то изменение генов На самом деле Эти процессы Можно управить Ну как нам показывают Фантастические фильмы Что можно управлять Этим процессом Нет я здесь бы не согласился Дело в том Что мутагео мутации Все эти мутанты Которые зомби Мутанты Заполнили Голливуд Нам это выбрасывает Все это Дело в том Что это производная Теория эволюции На самом деле Эволюция не мутантами Пополняется Это ясно И даже не эволюция Эволюции как таковой Нет Есть инволюция Фактически Просто есть Процессы Приспособления Адаптации А мутации Случайный Так сказать Подбор Или даже Искусственный Подбор Вот то что Называется Селекции Методы селекции Они существуют Человек отбирает Но природу Когда наделяют Качествами Селекционера Когда ее Ставят Как бы Эту природу На роль Творца Что вот Творец Он отбирает Животных Те которые Не приспособлены Он им скручивает Башку А те кто Приспособлены Он наоборот Говорит Размножайтесь Размножайтесь Вы так сказать Цвет нации Ну Нация имеется ввиду Вот этой вот Звериной И размножайтесь Размножайтесь Они размножались И размножались До человека То есть Грубо говоря Якобы Рыба Которая плавает Кистеперая Она вдруг Так сказать Думает Про себя Почему же Ей-то не подфартило Ёлки-палки Кормовой базы не было Кормовой базы Не было Так кормовая база Была Она жрала И жрала Она дожралась До нашего времени 300 миллионов лет назад Вот А Она живет И думает И как человеку Подфартило Да Какая мутация Или какой естественный отбор Вот сволочь Думает Рыба Да Наверное Естественный отбор Дал ей все шансы Человеку А я плаваю Можно сказать Я брошенная рыба В общем Я рожаю живых детенышей Латимерия Яйца живорождения У нее такие вот С апельсин Вот Дорогие друзья С Гранат С гранатом Можно сказать С гранат У нее вот такие яйца Которые вылупляются Живые детеныши Потому что Самку Латимерии Вскрыли В 1986 году В музее Естественной истории В Лондоне Обнаружили Шесть живых детенышей Она стояла в музее Но они живые Они были живыми Но они умерли В смысле в том В чучеле В умерли И стали сами Чучелами Понимаете Но они же были живыми Дорогие друзья Поэтому надо Гранату тоже соображать Вообще Что мы делаем В общем Латимерия ошиблась И на самом деле Она затаила злость На человека И это очень плохо Вы прям-то Изображаете В виде злодея Ну а что Она может Мутировать И в общем Наказать людей Вообще Может превратиться В монстра Который Приползет В виде голливудского фильма Ну так вот Об этом-то и речь О чем Мы видим Что просто так Само собой Восьмах приходить То есть просто так Никто ни в кого Не превращается Да Просто так Никто ни во что Нужны какие-то факторы Вот если человек Потерял разум То конечно тело Вот на мой взгляд Тело обладает Какую-то разумность Самостоятельно Без этой головы Вот И оно начинает Это тело искать Инстинктивно Где пописать Где покакать Где просоединиться С половым партнером Где чего Ну потому что Надо Хочется Да Но физиология требует Да И в общем Это на уровне Телесного Бессознательного Рефлекса идет То есть само тело Начинает искать Кормовую базу Извините А тело капает На мозги человека Ну капает Да Говорит Давай ему Дескать Ты чего занимаешься Ерундой А мы должны Сдерживать инстинкты Рефлексы Потому что эти инстинкты Нас ведут Понятно К озверению Поэтому попы И говорят Что дорогие друзья В общем Это все от дьявола В общем Весь мир от дьявола Надо так сказать Все это Вплоть Себе Это самооскопиться И уйти в монастык Катя Ты согласна С этим Давайте Мы не будем Такие крайности Давайте Давайте Еще более Интересные Писки Что там Монастык Следующий вопрос Какой Смотрите Вот пример Такой У нас Якобы Было Большое Количество Видов Которые Вымерли При участии Человека То есть Они Вроде Были Приспособлены Они Сколько Жили Особенно На островах Хорошо Вот эти Примеры Мой любим Пример Это Дрон Они Неизвестно Сколько Лет Жили Прекрасно Они Были Приспособлены К среде Обитания Но Приехали Люди С кошками Высадились И Кошки Всех Съели Буквально За Сколько Десятилетий В Какие Рекордные Сроки Совершенно И Таких Видов Было Много А кошки Говорят Вот Радости Гуляет Бескрыль Это На мой взгляд Такая Модель Как только Кто-то Извне Пришел Не важно Какая Была Степень Приспособления Или Адаптации К окружающей Среде Приходит Внешний Вид Враг И Кролики В Австралию Разводить Кроликов Стали И Этих Кроликов Потом Девать Некуда Они Располодились Как Кролики И Стали В общем Жуть Что Началось И Пришлось Их Травить Пришлось Этих Кровиков Травить И Вся Австралия Тушками Была Усыпана Знаете Что Там Кролики Были До Того Там Просто Завезли Кроликов Британских Завезли Туда Британских И Они С местными Образовали Гибрид Известного Сумчатого Вот Этот Не Знаю За счет Сумчатого Я просто Что Просто В Австралии Были Все Сумчатые Все Кролики С Сумками А Те Кролики Пришли Английские Они Без Сумки Я Читал Что Именно Чудовищная Плодовитость Была Именно У Гибрида Привезенных Кроликов Это Мы Шутим Дорогие Друзья Конечно Кролики С Сумками По магазинам Сумки Нужны В смысле В Австралии Очень похожая Фауна Молекопитающих Вообще Их Отличает Именно Наличие Сумки Когда Эмбрион Дозревает Например Эмбрион Кенгуру Мамочка Вылизывает Себе Пути Эмбрион Еще 12 Дней Можете Представить Дорогие Друзья 12 Дней Он По этой Вылизанной Дорожке Лезет У него Специальные Такие Коготки И вот Лезет В эту Сумку Самостоятельно То есть 12 дней Живое Существо Как оно Может Вообще Двигаться А потом Когда он Находит Чисто По запаху Сосок Он Прирастает К этому Соску Намертво Потому что Его ничем Уже Не оторвешь Там Даже Внутрь Этот Сосок В рта Входит И Прирастает И уже Сама Мать Она Ему Дает Такое Как бы Молочное Питание Сама Впрыскивает Ну Четыре Раза В день Трехразовое Питание По крайней Мере Молоков Впрыскивает Ему И он Вот Несколько Месяцев Совершенно Безвольный Совершенно Никакой Болтается Как сосиска Там Вот А потом Уже Начинает Выглядывать Из сумки Что случилось И так далее То есть Совсем Совершенно Поразительные Вещи То есть Эмбрион Живой Об этом Вообще Мало Кто Говорит Что Эмбрион Человека Живой Даже Яйцеклетка Живая Она Может Вдруг Поползти 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 Куда-то Заползти Не туда Да И заползла Не туда А потом Думает Куда же Я попала В общем И поползла Назад И уже Новый вид Уже Из этого Эмбриона Появился Потому что Пока она Ползала У нее Адаптации Появились К этому Ползанию Не там И В общем Когда она Вылезла Она Совсем Другая То есть Уже Не человек А черти что Получился Вот такая Вот история То есть Приспосабливаются Не только Взрослые Дорогие Друзья Но Эмбрионы И это Вот Эволюционисты Никак Не хотят Вот Вы Такими Глазами Смотрите Вы Наверное Это не знали Да Да А Знаю Я Это Если Поверить Блаватской Слышали Не Не Про Блаватской Она Сказала Что в мире Нет Немыслящих Атомов Вот Вы Этому Поверите Да Ну Хорошо Денис Ну Завершайте Свой Спич Или Как Он В общем Ну Просто Да Видите У нас Не Всегда Или Когда То Значит Не Было Жизни Вообще Никакой А Потом Как То Все Так Образовалось Как То Ваши Получились Смотрите Были Проведены Не Раз Такие Опыты Эксперименты И На самом Деле Они Ну Вот Вы На Янтаря Становились Нет Это Не Притом Янтарь Это Вам Просто Приятно Смотреть Просто Приятно Смотреть То Грубо Говоря Вот Пачьяка Проводил Такие Опыты То Он Брал Песок Помещал В колбу Раскалял Его Там До Колоссальных Температур Потом Охлаждал То Там По идее Все Умирало Ничего Не Может Сохранить Оно Какой-то Один Пролез Нет То 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 Поддерживают И Наголевание Нет Нет Там Все Умирало То 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 Смысл В чем Даже Еще Луи Пастер Говорил Ну То 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 Упоминал Просто Это Не Распространяется Что После Пастеризации Хотя Вроде Все Умирает В молоке Но Через Какое То Время Не Извирая На Герметичность Все Равно Могут Снова Появляться Бактерии Ну Потому Что Они В Молоко Встроены Нет Но Дело В Молоко Встроены А В Том Что При Определенных Условиях Может Происходить В Определенных Обстоятельствах Зарождение Как И Самозарождение Жизни И Вы Сторонник Самозарождения Но Как Не Самозарождение Как Эволюционисты Тоже Самозарождение Но Понимаете Слово Не Очень Хорошее Когда Берут Грязную Рубаху И Мыши Вернее Это И Грязную И Это Как Крупу И Запирают В ящик И Там Мыши Заводятся Вот Это Опыт По Самозарождению В 18 19 Веке Породили Грязную Рубаху Крупой Засыпают И В ящик Запирают И Вдруг Там Мыши Вот Это Говорит Что Вот Мыши Нет Они Не Жили Я Но Об Этому Не Говорят В Общем А Слушайте Это То Самое Когда Берешь Допустим Какой Нибудь Салат Там Да Салат В Кастрюлю Закрываешь Ставишь Там На Солнце И Сколько Месяцев Открываешь Там Все В Червях Откуда Черви Были Откуда Но Черви Видимо Были В Салате Я Так Подозреваю Да Ну Нет То На самом деле Когда Вот Это Оригинальная Мысль Да То В Отсутствие Какой Здесь Органика Есть А у Пачека Нет Никакой Органики То Есть Там Только Песок Раскаленный Несколько Раз Короче Вы Считаете Что Все Таким Мы Можем На Червей Быстро Зайти Нет Я Говорил О том Что При Обстоятельствах Образуются Виды Но Здесь Дальнейшие Следные Допустим Появились Они Какие То Микроскопические Организмы Смотрите Как Они Через Какое То Время Помрут Или Будут Они Самовоспроизводиться И То Будет Самовоспроизводиться Нужны Действительно Долгие Исследования А В этом Я так Понимаю Никто Абсолют Не Заинтересован Денис Проведите Долгие Исследования Выясните Наконец Откуда Берутся Мыши В Ящике Ну С мышами Знаете С мышами Давайте Мы Не будем С мышами Давайте Мы Сначала Настем Небудь Более На Человеке Ну Хорошо Денис У вас Еще Есть Или Вы Все Завершили Нет Ну В Принципе Да Вот Этот Пример Я На Самом Деле Мутации Нет На Самом Деле Мутации Есть Но Они Нежизнеспособны Об этом Мало Кто Знает Вот Эволюция Движется По Другому Вы Мутации Они Приводят К Отрицательному Возействию Конечно Практически Это Давно Известно То есть Положительных Мутаций Они Практически Нежизнеспособны По Крайней Мере Те Мутации Которые Проходят В Окружающей Среде То есть Возможно Я допускаю Что Возможно Какие-то Могут Быть Управляемые Мутации То есть Если Понять Механизм Этих Процессов То Можно Вывести То Можно Как-то Изменять Возможно Собственные Гены Человеку Нет А зачем Это Нужно Разобраться Как Работать Механизм И тогда Можно И болезни Лечить Правильно Если Уметь Ремонтировать Гены Восстанавливать Вот Был Такой Как Забыл Как его Звали Какой-то Немец Он Вроводил Опыт С фоторемонтом Ну То есть Больные Клетки Освещался Этому От определенной Частоты Длины И Где Начинали Восстанавливаться То есть Есть Какой-то Механизм Ремонта Генов Восстановления Поврежденных Генов Так Можно Не только Лечить Можно Можно Как-то Их Изменять То есть Я Все Сторонний Того Что Процесс Управляемый Но Опять же Вопрос В том Что мы Хотим Получить И Куда Прийти Дорогие Друзья На этом Прекрасном Пожелании Дениса Кандидата Технических Наук Мы Наверное Закончим Перейдем К следующему Этапу К Коллективному Нашему Консолтингу И Мозговому Шторму Всего Доброго